Андрей Шевелев отметил, что тема ЖКХ выбрана не случайно. Только активная позиция, принцип прямой ответственности каждого уровня власти и комплексный подход к решению проблемных вопросов смогут изменить ситуацию в жилищно-коммунальной сфере региона. О необходимости кардинально изменить ситуацию в жилищно-коммунальной хозяйстве затворится уже много лет. Это один из самых болезненных и острых вопросов не только для любой ветви власти, но прежде всего для жителей региона. Люди возмущаются незаконным ростом тарифов, коммунальных платежей, недовольны качеством услуг, работой управляющих компаний, состоянием многоквартирных домов, изношенными до предела сетями. Люди просто хотят видеть и ощущать на себе, что ситуация в ЖКХ действительно меняется в лучшем. По словам председателя законодательного собрания Андрея Епишина, необходимо объединить усилия при развитии системы общественного контроля, деятельность управляющих и ресурсоснабжающих организаций. В своем докладе Андрей Епишин подробно остановился на деятельности законодательного собрания по обеспечению правовой основы для безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и внедрение новых энергосберегающих технологий. Цель еще раз наших ежегодных встреч, это, конечно, подготовка в первую очередь предложений в нормативную правую базу, в законодательство как федерального уровня, так регионального, так рекомендации в нормативных правах муниципалитетов по заявленной теме. Выбираемая тема, что самое актуальное, которое касается подавляющее большинство наших муниципалитетов и жителей нашей области. В этот раз тема выбрана жилищно-коммунальное хозяйство, причем еще раз, мы выбрали даже один аспект, скорее всего, вопрос связан с жилищным кодексом, с вопросами реализации 165-го закона по капитальному ремонту, по переселению граждан заваримого жилья. Андрей Епишин подчеркнул, что законодательное собрание и органы местного самоуправления должны поддерживать курс, заданный президентом, на всемерную поддержку общественной гражданской инициативы в сфере контроля качества коммунальных услуг. В составе общественной палаты уже сформирована группа по контролю в сфере ЖКХ. В решении много. В прокуратуру возложен надзор за соблюдением законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве. Главную роль, конечно, здесь играют права граждан, которые не получают надлежащих услуг, и прокуратура исходит именно из этого. Многое говорится сейчас о так называемых кританциях, куда вписываются несуществующие услуги, увеличение платежей за квартиру. И нас сегодня прежде всего волнует ситуация с хозяйством коммунального. Участники совещания обсудили самые актуальные вопросы, которые необходимо решить в сфере ЖКХ муниципальных образований. Поделились опытом своей работы. Например, в Западной Двине уже активно используется привлечение частных инвестиций, модернизацию объектов ЖКХ. Сандовский район – один из лидеров по реализации программы переселения из аварийного жилья.